Там на прошлой неделе был какой-то яростный пикет, когда 20 человек пациентов просто врывались в эту больницу с криками «Не смейте увольнять наших врачей, не смейте разгонять наш трудовой коллектив». Вот я сейчас получил уведомление, между прочим, они мне прислали о том, что, несмотря на чемпионат мира, им вообще до фонаря на чемпионат мира, завтра, 22 июня, там собирается около дней глазных болезней 100 человек, пациентов и врачей, которые снова там планируют ворваться в больницу и потребовать, чтобы прекратили уничтожать коллектив, который там работает. Ну, я как бы написал им, что, ребят, но всегда это очень, ну, знаете, звучит жестко. Может быть, с некоторым преувеличением. Разгоняет коллектив. Ну, может быть, там не разгоняет коллектив, а какие-то там плановые сокращения или еще что-то. Но что-то разумное происходит. И я получил, и в ответ мне сказали, ну, Алексей, если ты думаешь, что здесь происходит что-то разумное, то ты, во-первых, видел очереди, которые у нас там есть, а во-вторых, вот тебе две бумажки, как нас разгонять. Давайте посмотрим бумажка номер один. Это справка. Ну, вот если вы приглядитесь к экрану, вы увидите, да, она там выдается, ну, там, высокопостную, там, младшему научному сотруднику, настоящему врачу или человеку, который занимается более-менее высокую позицию. Ему говорят, мы тебя сокращаем, но если ты не хочешь сокращаться, вот тебе на выбор. Ты можешь устроиться лаборантом с зарплатой в 7 тысяч, или можешь устроиться уборщицей с зарплатой в 4 тысяч. Давайте еще одна справка такая же посмотрим. Пожалуйста, заведующий научно-организационным отделом. Ну, наверное, заведующий научно-организационным отделом – это все-таки человек, обладающий некой компетенцией. То же самое предлагается. Давайте на выбор. Бухгалтером за 11 тысяч рублей, лаборантом за 7 тысяч рублей, или уборщиком за 4 тысяч рублей. Это Москва. Это город Москва. Это не Алтай, это там, я не знаю, не какой-то регион, где стоимость жизни может быть немножко меньше. Это Москва, где этих денег не хватит даже на проезд. И вот там это происходит прямо сейчас. И поэтому, ну вот, мне не нужны какие-то, знаете, там, абстрактные доказательства, доклады или еще что-то. Я вижу, как эти научные учреждения уничтожают прямо сейчас. И тех врачей, которые сделали так, что я не сижу с вами с там одним каким-то там стеклянным глазом, вот их сейчас переводят в лаборанты и уборщики с окладом в 4 тысячи рублей. Как это происходит? Ну вот я не понимаю. К счастью, там есть какие-то люди, готовые протестовать. Но ведь это по всей Москве, по всей России, если половину больниц сократили с 10 тысяч до 5 тысяч, это происходит везде постоянно. Поэтому, ну, как бы вопрос. С таким здравоохранением, в каком состоянии, в какой форме люди будут находиться к 65 годам? Они будут развалены. Вернее, к 65 годам они ни в каком не будут находиться, потому что половина из них уже померла. Еще раз, еще раз, ребята, извините за то, что я, ну, как бы без конца пушу эту цифру. Набирайте сейчас в гугле средняя продолжительность жизни по регионам. Вы видите, такая будет большая таблица. На ней там будет 83 или 84 позиции. Там будет там Дагестан с высокой продолжительностью жизни, Карачаева-Черкесия, Москва высокая продолжительность жизни, ну, в основном, кавказские регионы, юг. А потом вы увидите, что средняя продолжительность мужчины 64, 63, 62. То есть эти люди не доживают до пенсии в среднем. В том числе, потому что чудовищная медицина, за исключением крупнейших городов, ну, хотя вот мы слышали только что, как пример из Москвы, вообще же невозможно получить качественную медицину. Поэтому надо биться. Это не абстрактная вещь, это конкретная борьба за свои права. Значит, pensia.org. Здесь написано в описании к ролику. Заходите, вписывайте себя, становитесь частью вот этой машины, которая будет бороться с жуликами и ворами. Давайте. Давайте.